Когда я училась в художественной школе, у нас на всю стену висела большая картина с надписью «Не нравится, поменяй, не меняешь, не ной». Привет, мои хорошие. Я думаю, у каждого из нас в жизни есть что-то, чем он недоволен, не удовлетворен. Поэтому сегодня у нас второй подкаст, и давайте начнем. Возможно, вы слышали фразу «Мир не вертится вокруг вас». И у меня вопрос. А вокруг кого? Нет, ну правда, просто ответьте на вопрос. Вокруг кого должен вертеться ваш мир? Вокруг других людей? Может, вокруг желаний других людей? Я меняюсь ради другого человека. Я учусь в этом университете ради родителей. Ради, 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 ради. В конце концов, приводит к такому сильному внутреннему конфликту, что вся ваша жизнь превращается в одно большое скопление вещей, которые вам не нравятся. Как бы эгоистично это сейчас не звучало, но ваш мир вертится вокруг вас, вокруг вашей личности, вокруг ваших желаний, вокруг ваших побуждений, вокруг ваших решений. Мы часто боимся поставить в круг нашей жизни действительно себя. Почему? Почему? Когда вы действительно окажетесь в центре своего круга, половина вещей, которые вам не нравятся, испарятся буквально сами по себе. Потому что все ваши действия будут начинаться и заканчиваться из ваших желаний. Ключевое слово ваших. Избавляйтесь от нескончаемой детской позиции, либо позиции жертвы. Это удобно, правда. Это очень удобно. Избегать ответственности за принятие решений, избегать в принципе принятия решений. Думать, что мир несправедлив, такова моя судьба, проблемы разрешатся как-то там сами по себе. А мы униженные, оскорбленные, недостойные. Маленький спойлер. Чем чаще вы будете чувствовать себя недостойным чего-то, тем больше в вашей жизни будет ситуаций, где жизнь будет вам это доказывать, что вы действительно недостойны. Надеяться, что проблемы как-то там разрулятся, разрешатся сами по себе. Это удобно. Это правда удобно. Дорога куда-нибудь, как-нибудь разрешится, ведет в никуда. И чем быстрее вы снимете эти розовые очки, тем лучше для вас. Пока вы делаете одно и то же каждый день, пока вы думаете одинаково каждый день, вы будете иметь точно такой же результат. Это как каждый день складывать 2 плюс 2 и надеяться, что в какой-то день получится не 4, а 5. Немного банальная вещь, но в мире всегда будут сильные и слабые. Всегда. Во всех проявлениях. И я сейчас не о физических особенностях. И самое главное их отличие, это то, что сильные всегда будут брать ответственность и решать, в то время как слабые будут томно вздыхать и жаловаться на судьбу. И к какому именно подвиду будете принадлежать вы, это тоже ваш выбор и ваша ответственность. Если вы когда-то проходили терапию психолога, возможно, вам известно такое понятие, как проработка негативных сценариев жизни. Что такое негативный сценарий? Это ваше убеждение, в большей степени подсознательное, но каждая из них будет находить проявление в вашей жизни. Каждая. Например, вы не верите в женскую дружбу. В вашей жизни будут попадаться подруги, которые будут вас предавать и обманывать. Вы верите, что мир озлобленный, холодный, жестокий. Мир и будет таким. Вы должны понимать, что в мире огромное изобилие вариантов. Истины как таковой нет. Просто каждый человек проживает свой сценарий. Важный момент, но этот пример с холодным, жестоким миром, это не про крайности. Либо мир такой, либо мир светлый, добрый, сахарная вата, Дед Мороз. Нет. Мир разный. И вернувшись к первому пункту, вы вспомните, что важно, как комфортно вам. Если он окей видеть мир таким, вопросов нет. Но ваша жизнь всегда будет соответствовать вашим внутренним убеждениям. Всегда. И если вас что-то не устраивает, вот покопайтесь в своих убеждениях. Вам не нравятся ваши отношения. Но действительно ли вы в голове имеете абсолютно другую модель отношений? Вам не нравится ваша работа. Действительно ли вы в голове допускаете вариант, что деньги можно зарабатывать по-другому? И вот ваша задача это каждый день менять те убеждения, которые вам не нравятся. Это не дело одного дня. И вы должны искать реальные примеры в социальных сетях, в реальной жизни, через знакомых знакомых. И убеждать, и доказывать себе, что может быть по-другому. Возьмем пример с работой. Женщина, которая всю жизнь работала на нелюбимой работе, но которая, приходя домой, пекла кексы и пироги для своих любимых людей, и от этого она получала удовольствие, будет убеждена, что это хобби монетизировать нельзя. Что деньги зарабатываются только на этой стабильной работе, на которой она проработала всю жизнь. И чтобы этот сценарий исправить, ей нужно каждый день находить реальные примеры. Допустим, тех же кондитеров. Правда, сейчас в интернете огромное количество талантливых людей, которые просто монетизируют свое хобби. Не важно какое. Вязание, рисование, кулинария, что угодно. Правда. Также этот процесс может ускорить терапия с психологом. И я в который раз хочу напомнить о своем любимом онлайн-сервисе подбора психотерапевтов Zigmund Online. Сервис предоставляет автоматический подбор специалиста, опираясь на ваши запросы и предпочтения. Более того, каждый специалист имеет диплом о высшем психологическом образовании и трехлетний опыт частной практики. Большой плюс, что сейчас можно назначить срочную консультацию, которая состоится уже через 4 часа после заполнения анкеты. В Zigmund Online действует скидка на подарочные сертификаты. И если вы чувствуете, что хотите обсудить свои переживания со специалистом, сделайте себе такой подарок. Запишитесь на первую консультацию, либо же выберите подарочный сертификат для своих близких. К тому же в Zigmund Online сейчас действует скидка на подарочные сертификаты. На 3, 5 или 10 сессий. А с моим промокодом LAKTI30 вы получаете максимальную скидку в 30% на первую консультацию. Предложение действует 14 дней с момента публикации этого видео, и это одно из самых доступных предложений сейчас. Не сдавайтесь и выбирайте своего психолога на Zigmund Online. Будьте жадными на проявление негативных эмоций. Почему я сказала жадными? Чем больше сил, энергии, эмоций вы вкладываете в то, что вам не нравится, тем больше этого будет в вашей жизни. Потому что своими эмоциями и переживаниями вы только это подкрепляете и делаете в разы сильнее. Кстати, это точно так же работает наоборот. Вот, объясню все на примере. Условно, вы идете в супермаркет за зелеными яблоками, но придя туда, вы обнаруживаете, что все яблоки гнилые. Вместо того, чтобы стоять и еще 30 минут жаловаться на жизнь, на супермаркет, на продавцов, на консультантов, на кого только можно, вы должны остаться эмоционально пустым по отношению к этому. Вместо негативных эмоций вы либо это игнорируете, либо ищите аналог. Вы либо идете в другой магазин, либо отказываетесь от этого продукта. И на самом деле здесь речь далеко не о яблоках. Не усиливайте негативные ситуации своими эмоциями. Будьте жадными на их проявления. Я просто сейчас хочу прочитать статуи с книги. Я выписала ее на разворот. И каждый раз, когда меня немного штормит, я возвращаюсь к ней. Недовольство и нытье, движущая сила, толкающая человека к неудачным линиям жизни. Выводы сделайте сами. И мимолетом, возможно, вы встречали людей, которые даже в самые прекрасные моменты жизни все равно остаются чем-то недовольными. Так вот, если в вашей жизни есть такие люди, мысленно берите кирпичи, цемент, выстраивайте стену и обматывайте ее проволокой. Рассмотрим ситуацию, когда вы переживаете какой-то сильный личностный кризис. Вот вы в той точке жизни, где вам не нравится абсолютно все. И вы в страданиях, в апатии, вот вы варитесь в этой каше, кидаете на рукавники. Никто не застрахован от такого. Но, важно, я хочу, чтобы, несмотря на то, насколько вам больно проживать какое-то событие в вашей жизни, вы всегда помнили, что страдания любят не вас. Страдания любят ваше время. Я за проживание эмоций, я за проживание боли. Но, порой люди настолько сильно в этом тонут, что уже не различают, где закончилось проживание, а где начались уже какие-то приступы мазохизма, когда вам это даже подсознательно нравится. Я просто восхищаюсь своей знакомой на работе. У нее довольно сложная сейчас жизненная ситуация, но она каждый день в работе, в прекрасном настроении. Она всегда собрана. Она просто всегда собрана. И мы как-то сидели, и я спрашиваю у нее, как, как, просто как ты это делаешь? Ну, представьте просто эту непоколебимость человека. Это правда вызывает восторг. И она мне говорит, я страдаю раз в неделю, в субботу с 7 до 9 вечера. Всем пока. Кстати, с ней же мы обсуждали как-то тему, что самая опасная женщина — это тревожная женщина. И порой это хуже обезьяны с гранатой. Правда. И я задумалась, что действительно одно из самых разрушающих состояний для женщины — это тревожность. Вот хотите как цветок увянуть и окрасить всю свою жизнь в черной краске? Начните тревожиться. Работает 100%. Обойдемся без банальных напоминаний по типу «Не тревожьтесь, большинство ситуаций, которые выдумала ваша голова, не произойдет». Хотя это на самом деле так. Но опять же, если у вас эта проблема есть, используйте вспомогательные инструменты, чтобы ее решить. Астрология, нумерология, психологи. Я так часто об этом говорю, потому что это невероятно помогло мне. Помогло разграничивать, где пустые переживания, которые никак не воплотятся в жизнь, а где хотя бы игра стоит каких-то свеч. Чувствуете разницу? Опять же, если вы сами не справляетесь, используйте что-то извне. Дальше. В начале видео я говорила, что в центре вашей жизни должны быть вы. И если вы длительное время крутились, вертелись вокруг чего-то либо кого-то, сейчас возникает вполне логичный вопрос. А как нравится мне? Вот когда вы задаетесь таким вопросом, обращайте внимание не на ваше мнение, потому что мнение это продукт разума. Это то, что составил ваш мозг. Обращайте внимание на отношения. Я думаю, что когда вы даже произносите эти два слова, мнение и отношение, вы уже чувствуете разницу. Мнение здесь, отношение здесь. Ищите положительные моменты в ситуациях, на которые вы не можете повлиять, но от которых вы не можете изолироваться. Либо решение которых находится действительно вне зоны вашей ответственности. Крошечный пример. Переносит рейс на самолет. Все планы рушатся, мероприятия срываются. Хорошо. Возможно, если бы мы вылетели раньше, в двигателе самолета были бы какие-то неполадки. А сейчас у меня есть свободное время, и я иду пить свой любимый кофе в аэропорту. Вот я говорила, что человеческому мозгу свойственно фантазировать. Вот направьте эту фантазию в русло, где все, что с вами происходит, происходит во благо. Либо поблагодарите эти ситуации, правда? Если что-то вам не дает покоя, какая-то ситуация вечно крутится в голове, чувство благодарности это самый быстрый способ это отпустить. Самый быстрый. И никогда не произносите фразу «За что мне это?» Лучше произносите «Для чего мне это?» «Для чего?» У меня есть невероятная подруга, и мы пару недель назад стояли на балконе, и у нас открывался вид на ночной город, и когда ночью горит свет в окнах, издалека это создает такой эффект фонариков. И она мне говорит, смотри, каждый фонарик думает, что его боль и проблема уникальны. И я так сильно задумалась об этом, потому что, правда, каждый считает, что его боль и проблемы уникальны, что его эмоции самые сильные. Хотя все проблемы у людей на самом деле идентичны. Безусловно, они разных масштабов, но они очень похожи. Очень. Помните, что все справлялись. И вы справитесь. Соберитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова